И первый ужин на полу. На грязном полу? Я мою пол, ты смоешь разводы. Не беспокойся, не надо смываться. Чего желает? Начиная с 1 января 2016 года, вся российская и иностранная реклама в Казахстане будет запрещена. Поправки закон о телерадиовещании предполагают полное исключение зарубежной рекламы. Закон уже подписан президентом страны. Однако, по мнению операторов кабельного телевидения, это все приведет к прекращению трансляции иностранных каналов. Об этом они заявили в ходе экстренного совещания в Караганде. Поправка, по нашему мнению, неисполнима и приведет к отключению иностранных каналов в казахстанском кабельном телевидении. Заменить 40-50 иностранных каналов местными казахстанскими каналами невозможно. Просто под одной простой причиной, что такого количества этих каналов нет. И это будет иметь за собой следствие переход, отток абонентов с казахстанских компаний. По словам операторов, исполнить новый закон без колоссальных финансовых вложений невозможно. Стоимость оборудования для вырезки рекламы составляет примерно полтора миллиона тенге. И это лишь на один канал. В среднем же модернизация оборудования обойдется в 60 миллионов. Но даже эти огромные вложения слабо повлияют на ситуацию. Если вырезать рекламные блоки сложно, но можно, то избавиться от внутренней рекламы просто нереально. Так, например, во время трансляции хоккея на одном из российских телеканалов в кадр постоянно попадают борты с вывесками спонсоров. Это тоже является рекламой, которую нужно будет вырезать. Диктор говорит, спонсор передачи такой-то, это тоже считается рекламой. Анонсы телепередачи, это тоже считается рекламой. Поэтому я сейчас очень даже затрудняюсь, во сколько это нам обойдется. Потому что перекрыть некоторые сюжеты рекламные мы сможем. А вот слова диктора или там какие-то баннеры, которые всплываются в экране, это вообще технически невозможно. Поэтому это большой вопрос для всех каменных операторов Казахстана. По словам руководителя крупнейшей темиртовской кабельной компании ТТК, на сегодняшний день его сеть покрывает большую часть города и транслирует более 80 каналов. Вступление же нового закона в силу не только существенно сократит количество каналов, но и доставит массу неудобств зрителю. Закупать дополнительное оборудование, закупать больше оборудования, которые есть у нас, и нанимать людей для работы, это тоже потребует расходов. Поэтому в будущем, скорее всего, люди увидят либо отсутствие этого канала, либо канал будет показывать, вместо рекламы будем показывать либо картинку, либо просто какую-то музыку, что будет не очень приятно, прежде всего, зрителям. Новость о том, что в Казахстане исчезнут российские и зарубежные каналы, шокировала жителей города. Темиртовсы уверены, новый закон лишает их права выбора. Для меня это очень большая проблема. Я согласна, 1300, как они говорили, будет повышение. Лучше 1300, у меня пенсия позволяет. Ну, я все-таки смотрю, там и русские романы, всякие программы, все. Ну, что мне один этот казахстанский останется какой-то? Я не согласна, между прочим. Передачи главное же, чтобы были. А у нас такого нету, как Россия показывает, какие-то фильмы там или спорт, там, ну, не важно. У нас таких нету каналов? Нет, наши каналы должны быть. Выходите как-то из положения, ищите, чтобы мы вас видели. А как это интересно, еще и свои каналы мы не будем видеть. Молодой человек, да вы что? Ну, а почему я не должна посмотреть новости Тимиртау, Казахстана? Там же все говорят в этих новостях. Мы смотрим, интересуемся. Такое положение дел заставит покинуть медиарынок многие кабельные сети. Сотни людей рискуют остаться без работы, а миллионы казахстанцев без любимых передач. Сейчас все кабельные операторы республики надеются, что эта норма в законе будет пересмотрена. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.